Считается, что если у человека нарушен один из пяти органов чувств, то другой обостряется. Эту, к счастью, учебную тревогу ученики школы-интерната слышали особенно четко. Ведь все 43 воспитанника с нарушенным или полностью отсутствующим зрением. Первое чувство – это была растерянность, но потом я быстро собралась и поняла, что нужно делать. И помогла своим друзьям тоже сориентироваться в этой ситуации. Несмотря на свои ограничения, дети легко и быстро нашли путь к спасению. Время эвакуации составило 3,5 минуты, что сопоставимо с нормативами обычной общеобразовательной школы. Дети в силу своего малолетнего возраста не могут правильно сориентироваться в случае возникновения чрезвычайной ситуации при отсутствии необходимых знаний и навыков. Поэтому именно такая работа, проводимая с родителями нами, а родителями, в свою очередь, с собственными детьми, она поможет нам снизить или минимизировать вот такие вот тяжкие последствия. После эвакуации для детей провели специальные занятия. Специалисты рассказали, как вести себя в сложной ситуации, а также объяснили правила, которые предотвратят возникновение пожара. Мы не видим, нам трудно ориентироваться визуально в окружающей среде, поэтому мы их учим определенным навыкам определения очага опасности, это в основном запах. По легенде, возгорание произошло на первом этаже здания, но благодаря слаженной работе педагогов и пожарных, все дети и работники школы остались живы и здоровы. Кристина Жакот, Павел Макаров, новости Уреновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова